На заре исторического развития планеты, люди и растения сосуществовали и жили в тесной гармонии. Растения и цветы долго были источником человеческого наслаждения и удовольствия. Многообразные разновидности овощей обогатили рацион питания людей, таким образом поддерживая их существование и здоровье. Сельхозпроизводители во всем мире разводят, культивируют, выращивают и экспортируют цветы, фрукты, овощи и травы на различные мировые рынки. Много их можно найти и в Эфиопии, одном из главных центров происхождения продуктов высокого качества. Эфиопия – это так называемый континентальный перекресток, расположенный на Африканском роге. Она считается колыбелью цивилизации и центром происхождения разнообразных сельскохозяйственных растений. Это кофе-арабика, лиственные овощи и декоративные цветы. Эфиопия богата разнообразным климатом и пейзажами. Это страна культурного и экологического разнообразия. В результате многообразные генетические ресурсы в некоторых садоводческих культурах встречаются только в Эфиопии. Именно по этим причинам множество местных и известных международных компаний находят выгодным выращивать садоводческие культуры, а также экспортировать их. Жан Принц Мой дед и отец занимались выращиванием плодовощных и цветочных культур. Я продолжаю их дело. Ранее я выращивал фрукты и овощи в Голландии для европейского рынка. Я работал также в Турции и Албании. Теперь я работаю в Эфиопии и считаю, что природные условия этой красивой страны являются наиболее благоприятными для выращивания цветов, фруктов и овощей. Плодородная почва, адекватная влажность и благоприятная температура делают выращивание намного более легким. Тут и там можно увидеть оранжереи, специально построенные для того, чтобы выращивать садоводческие культуры. В этих оранжереях используют современную технологию с автоматически управляемой ирригационной системой, вентиляцией, водной рециркуляцией, накривателями и системами увлажнения. С помощью таких технологий цветы и декоративные растения выращиваются в благоприятной атмосфере. Человеческий труд ведет их к совершенствованию. Сбор урожая никогда не производится в жаркое время дня. Сбор цветов всегда выполняется с большим вниманием, так, чтобы цветы не были собраны преждевременно или с опозданием их срока полного созревания. Ни один цветок с грибковыми заболеваниями не попадает с плантаций на экспорт. В течение не более 10 минут срезанные цветы помещаются в ведра, содержащие некоторое количество воды. Такие ведра каждодневно промываются дезинфицирующим средством и каждый день снова наполняются холодной водой, предварительно обработанной бактерицидным средством. Не ожидая транспортировки под прямыми солнечными лучами, цветы урожая помещаются в камеру предварительного охлаждения. Камеры предварительного охлаждения обычно имеют температуру 3-6 градусов Цельсия. Чтобы предотвратить конденсацию влаги, цветы находятся здесь в течение нескольких часов в зависимости от состояния атмосферы. Здесь цветы адаптируются к температуре зала сортировки, куда они затем направляются. Проверка качества Проверка качества – это то, чем занимается в зале сортировки, вместе с большим объемом воздушного пространства, насколько это возможно. В этом зале проверяют любое повреждение цветов, длину стебля, размер бутона и укладку в связке. Температура, длина срезанного стебля, признаки любой болезни и упаковки также имеют значение, если продукция должна быть высокого качества. Здесь также со стеблей удаляются лишние листья. Стебли одного размера укладываются вместе. Перед укладкой в связке проводится быстрая проверка качества. Затем еще раз осуществляется заключительная проверка качества, и цветы помещаются в холодильную камеру с температурой до 2-3 градусов Цельсия. Относительная влажность в этом месте всегда держится между 70 и 80%. Затем цветы упаковываются в коробки с вентиляционными отверстиями. При перевозке цветы никогда не смешиваются с другими сортами. В холодильных камерах, используемых грузовиков, поддерживается одинаковая охлаждающая температура. В течение короткого времени упакованные цветы доставляются в международный аэропорт Боли, где они во время разгрузки защищены от дождя. Это именно из этого аэропорта цветы направляются на различные международные рынки, на многих из которых эфиопские цветы стали популярными. Господин Хайли Силаси Теки, генеральный директор агентства, отвечающего за производство и экспорт цветов, фруктов и овощей Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Главная сельскохозяйственная продукция, которую Эфиопия экспортирует в различные части мира, это цветы, овощи, фрукты и травы. В настоящее время мы экспортируем нашу продукцию в 30 стран. В 12 стран напрямую и в 18 стран косвенно. Существует 150 компаний, занятых в развитии этой отрасли, из которых 70% являются иностранными инвесторами, остальные 30 являются местными. Большинство иностранных компаний из Европы, но немало производителей также из Азии и Ближнего Востока. В целом, в Эфиопии хорошие возможности для инвестиций, которые привлекают инвесторов. Благоприятная инвестиционная политика правительства также привлекает все больше иностранных инвесторов. Для иностранных инвесторов правительство разработало стимулирующие предложения, которые в частности предоставляют иностранным инвесторам беспошлиной привилегии для того, чтобы импортировать оборудование, занятое в инвестиционных проектах. Земля предоставляется практически бесплатно. Финансовый кредит и отсрочки платежей по некоторым налогам также предусмотрены для частного сектора. Кроме устойчивой политической обстановки и безопасности, страна обеспечена также большими трудовыми ресурсами. Социально-экономические условия состояния окружающей среды в стране являются также благоприятными для выращивания множества плодовощных и цветочных культур. Агентство, отвечающее за производство и экспорт цветов, фруктов и овощей Эфиопии, было организовано для того, чтобы оказывать эффективную помощь иностранным инвесторам, занятым в развитии этого направления в стране. Агентство всегда готово обеспечить техническую и другую необходимую поддержку в данной отрасли. Поэтому инвестирование средств в Эфиопию имеет значительное преимущество по сравнению с инвестированием в другие страны, расположенные в разных уголках земного шара. Мы приглашаем иностранных инвесторов приехать для работы в Эфиопии. На протяжении всей истории человечества цветы использовались, чтобы передать различного рода послания. Они говорят про чью-то любовь, выражают уважение, сожаление, используются, чтобы украсить свадьбы, банкеты, на похоронах и дарятся людям, находящимся в различном душевном состоянии. Цветы действительно говорят много, поэтому, собственно, и был создан язык цветов – флориграфии. Цветоводство, выращивание и маркетинг цветочных культур – один из главных компонентов садоводства. С тех пор, как Эфиопия стала открыта для внутренних и внешних инвестиций, садоводство, как отрасль, вносит существенный вклад в экономическое развитие страны. Питер Линдсен, управляющий компанией Линдсен Роузес Эфиопия. Мы были фактически одними из первых, кто стал выращивать различные сорта голландских роз в Эфиопии. Очень важно то, что эфиопское правительство разработало стимулирующий пакет предложений, предоставляющий иностранным инвесторам привлекательные беспошлиные привилегии. Также важно и то, что правительство постоянно оказывает нам необходимую поддержку в работе. Даниэль Гетт, управляющий компанией Omega Farms в Эфиопии. Развитие садоводства в Эфиопии – это естественный процесс. Эфиопия является сельскохозяйственной страной. В Эфиопии находится огромное число маленьких частных ферм и большое количество крупных инвестиционных. Здесь нетрудно определить сферы деятельности для наиболее выгодного инвестирования средств. Следует также учитывать и близость Эфиопии к глобальному рынку и преимущества, которые эфиопское правительство предоставляет для иностранных инвесторов, занимающихся выращиванием цветов, фруктов и овощей. Кроме того, наличие хороших климатических условий и водных ресурсов, а также плодородная почва и квалифицированная рабочая сила делают Эфиопии наиболее привлекательной для развития садоводства и цветоводства. Занимаясь бизнесом, отрасль садоводства значительно повысила уровень производства. Для поддержки и максимизации взаимной выгоды от этого развивающегося сектора Эфиопское правительство учредило агентство, отвечающее за производство и экспорт цветов, фруктов и овощей. Агентство реально прилагает все усилия для того, чтобы сформировать положительное общественное мнение и ускорить развитие бизнеса садоводства в целом. Благодаря людским ресурсам и инфраструктуре агентство координирует качественное производство и маркетинг садоводческой продукции. Как местные, так и иностранные инвесторы, занимающиеся выращиванием цветов Эфиопии, работают рука об руку с агентством, стремясь к лучшему использованию плодовощных, сельскохозяйственных и цветочных культур и внося свою долю в экономическое развитие Эфиопии. Господин Цегай Абебе, председатель Ассоциации производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Ассоциации производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции Эфиопии, некоммерческая и неправительственная организация, учрежденная производителями. Это ассоциации, которая оберегает интересы производителей с точки зрения национального и интернационального участия. Ассоциации повышают уровень знаний ее членов в ходе проведения обучения на фермах или коллективного обучения и организации различного рода семинаров и рабочих совещаний для ознакомления ее членов с новыми технологиями. Ассоциация работает в тесном сотрудничестве с агентством, отвечающим за производство и экспорт цветов, фруктов и овощей Эфиопии, помогает производителям решать их проблемы и содействовать выходу Эфиопии на международный рынок. Реализация законов на практике – одна из главных обязанностей ассоциации. Ассоциация имеет компетентный учебный отдел, возглавляемый иностранным доктором наук и семью эфиопскими экспертами по сельскому хозяйству. Кроме того, ассоциация помогает новым инвесторам получать больше информации об Эфиопии, такой, как, например, о местонахождении земли для производства, о подходящей агроэкологии для выращивания цветов, фруктов и овощей, а также предоставляет другую необходимую информацию. В ассоциацию входит 87 членов, 98% из которых играет самую активную роль в развитии отрасли. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ